Собираюсь рассказать про конечномерные алгебры. Ну и я там написал, что и как бы алгебраическая геометрия. Ну, если честно говорить, то, несмотря на то, что вот все это мой, по крайней мере, интерес к конечномерным алгебрам, он эспирирован алгебраической геометрией, это, наверное, будет не очень легко объяснить, тем не менее, откуда он появился, потому что это в основном связано с теорией когерентных пучков на алгебраических многообразиях, вот, которую я, конечно, рассказывать не смогу и не буду, вот, поэтому в каком-то смысле алгебраической геометрии, наверное, в моем докладе, ну, вот, в моих этих лекциях будет, ну, не очень много, прямо скажем. Вот, я думаю, что у Володи Успенского, который параллельно сейчас читает, у него алгебраической геометрии будет, наверное, больше, я думаю. Вот, но, тем не менее, я хотел пару слов сказать о том, почему, ну, как бы, как связаны конечномерные алгебры и алгебраической геометрии. Ну, связей много, на самом деле. Например, если вы находитесь в мире алгебраических многообразий, у вас появляются разные структуры, такие как, например, когомологии. Эти когомологии имеют структуру кольца, или если вы находитесь с коэффициентом в поле, берете алгебры над полем. Ну, это обычно такие, то, что называется, коммутативные или суперкоммутативные алгебры. Также, конечно, существует то, что называется нульмерные многообразия, но, словом, многообразие их называть, может быть, не очень хорошо, называют нульмерные схемы. Они тоже связаны непосредственно с конечномерными алгебрами, но это все коммутативные алгебры, и, на самом деле, это не та связь, которую я подразумеваю, не та связь с алгебраической геометрией, которую я держу в голове. Связь с алгебраической геометрией, которую я держу в голове, она, опять же, я просто скажу несколько слов, и, может быть, они, конечно, скорее всего, не будут понятны, но я примерно приведу такие простейшие, как бы, пример, что они связаны с тем, что, оказывается, некоторые базовые многообразия, они очень тесно связаны с конечномерными алгебрами, а вернее, теория ее геометрии этого многообразия, теория пучков на нем, она фактически эквивалентна представлениям некоторых алгебр конечномерных, модулей над конечномерными алгебрами, представления некоторых, так скажем, то, что называется, колчанов. Но вот, например, если вы возьмете проективную прямую, конечно, это очень простое многообразие, и, конечно, на нем, так сказать, описать геометрию, описать того, как устроены на нем, скажем, когерентные пучки, это несложно и так по себе, то есть без всяких переходов к чему бы то ни было, но, тем не менее, вот это многообразие, например, оно связано с таким графом, у которого есть две вершины, направленным графом, и две стрелки из первой вершины во вторую вершину. Вот я так напишу. И связь эта не просто, что одно как-то связано с другим, а вот что в каком-то смысле, вот P1, можно считать, что вот он эквивалентен вот такой вот штучке, в каком-то смысле. Еще раз говорю, что P1, это, конечно, уж очень простое многообразие, но если вы пойдете чуть-чуть дальше, например, возьмете проективную плоскость, это многообразие уже достаточно интересное с точки зрения того жизни на нем, то есть с точки зрения того, как на нем ведут себя, как устроены пучки или векторные расслоения, в частности, могу сказать, что, например, с точки зрения физики, математические инстантоны, которые являются некоторой теорией физической, вот они являются многообразиями модулей некоторых объектов, векторных расслоений на этой проективной плоскости. То есть я хочу сказать, что здесь уже, в отличие от P1, жизнь очень богатая. Так вот, например, P2, оно в том же смысле связано уже, конечно, с более сложной структурой, но тут уже у вас будет такой направленный граф с тремя вершинами, и по три стрелочки мы рисуем из первой во вторую, три стрелочки из второй в третью. Давайте напишем, скажем, это будет А1, А2, А3, это будет B1, B2, B3. Ну и сложность теории стоит в том, что, на самом деле, у всего этого есть некоторые соотношения, а именно, если вы пойдете, прокомпанируете стрелочки B1, А1, то это, на самом деле, будет равно B1, А1, такой композиции двух стрелочек из первой вершины в третью. Ну, опять же, вы не должны понимать то, что я говорю, я просто хочу сказать, что есть некоторые связи между чем-то очень конечномерным, вот я хочу сказать, конечномерными алгебрами, и некоторыми, не всеми далеко, но такими принципиальными базовыми многообразиями, как проективные пространства, квадрики и некоторые другие многообразия. Ну, так как они базовые, то в каком-то смысле они интересные, потому что, условно говоря, все другие многообразия, например, ну, они живут в этом, в этих проективных пространствах. Это вот примерно про то, что я сказал, то, что для всех иежи здесь, это я сказал примерно, какая связь, конечно, эту связь объяснить я не уверен, что я, так сказать, до конца ее смогу объяснить, но, тем не менее, я просто сказал, почему мне лично интересны конечномерные алгебры. Вот. А я предлагаю теперь перейти, собственно говоря, непосредственно к курсу и начать с чего-то самого простого, то есть начать с алгебр, с определения алгебр, и сегодня я попытаюсь привести много разных примеров, чтобы вы могли почувствовать, насколько это, ну, вообще разнообразная вещь, то есть, что она действительно появляется в разных местах. Ну, давайте сначала мы с чего-то начнем. То есть, вся наша жизнь, она происходит над чем-то. Значит, как алгебраическая геометрия, так и конечномерные алгебры, или любые, на самом деле, алгебры, то, что они конечномерные, это, в общем-то, сейчас не важно, любые алгебры, они все живут над чем-то базисным, они все находятся над чем-то. Ну, вот это разные люди по-разному предполагают, над чем мы будем находиться. Я, бывает достаточно, может быть, даже сложные объекты, над чем мы находимся, мы будем находиться над чем-то очень простым, то, что называется поле, над полем. Вот это чем-то у нас будет поле. Как я говорю, в принципе, можно там находиться над чем-то более сложным, типа коммутативным кольцом, или даже над чем-то еще более сложным, типа над каким-нибудь сферическим спектром. Это будут разные теории. Вот мы интересуемся простой теорией, в общем, которая находится над полем. И вот это первое, что мы должны, я думаю, что большинство из вас знает, что такое поле. Поле я формального определения давать не буду, но просто сейчас скажу и дам пример, и вы все поймете. Поле — это такие числа, которые можно складывать, вычитать, умножать и делить. Ну, не на ноль, конечно. Вот, то есть, если вот у вас есть такие числа коммутативные, то есть вы можете переставлять и сложение, и умножение, которое удовлетворяет всем этим свойствам, то вот это и называется поле. Какие у нас основные примеры поля? Понятно, что примеры поля, которые вы уж точно все знаете, это поле вещественных чисел. Ну, вещественные числа, как я говорю, мы можем складывать, умножать, делить, вычитать. То есть у нас здесь есть операция сложения, умножения. У нас есть ноль, у нас есть единица. Ну, на ноль делить, конечно, нельзя. Еще одно поле, которое вы, наверное, тоже знаете, это комплексные числа. И поле вещественных чисел в них содержится. Это еще одно поле. Может быть, на самом деле, более простое поле, которое, в общем-то, вы должны знать, только вы не знаете, может быть, что это поле, но знаете там, скажем, с какого-нибудь четвертого класса, это рациональные числа. Вот рациональные числа, это тоже поле. То есть вот эти три поля, как бы такие основные, которые вы, конечно, знаете. При этом вы, я думаю, тоже прекрасно понимаете, что целые числа поле не образуют, потому что на них нельзя делить. То есть если вы одно целое число разделите на другое, вы получите уже не целое число, а рациональное число. Вот, это основные примеры. Но какие еще есть примеры? Тут, конечно, нужно, может быть, спросить, насколько вы знаете. Какие, как вы, кто-то может мне предложить какие-нибудь еще примеры полей? Да, совершенно верно. Да, вот это вот тоже важное поле, поле, конечное поле называется. Вот, но самые простейшие примеры этих конечных полей, это, конечно, вычеты по простому модулю. По модулю P. При этом вы, опять же, должны прекрасно понимать, что если P у вас не простое, вот P простое, получается поле. Если P не простое, то не получится поле, потому что не всякий раз вы сможете разделить. Вот, получится то, что обычно называется кольцом. Какие еще поля мы можем рассмотреть? Ну, например, может быть, кто-то сможет что-то еще предложить? На самом деле можно расширять и простое-то личное, да? Правильно. Это правильное замечание, которое я тоже хотел обязательно отметить, что поля можно расширять. Каким образом можно расширять поля? Ну вот, предположим, у вас какое-то поле уже имеется. Например, одно из этих полей. Вот, поле K, давайте его обозначим. Вот, и предположим, у вас имеется какой-то многочлен, который, ну, имеет вид T в степени N, плюс A, N-1, T в степени N-1, плюс и так далее, плюс A0, свободный член. И вот все эти аиты, это у нас элементы нашего поля. Ну, например, рациональные числа. Вот, многочлен с рациональными коэффициентами, это будет, вот, а поле K у нас, предположим, рациональные числа. Вот. И предположим, что этот многочлен у нас неприводимый. Что это значит? Это значит, что вот мы не можем этот многочлен представить в виде произведения двух других многочленов с коэффициентами из того же поля. Такое случается. Например, хороший пример здесь, конечно, сказать, что многочлен X в квадрате плюс 1, он, конечно, у нас неприводимый. Его нельзя никак представить в виде произведения двух многочленов, двух линейных многочленов, если поле у нас, например, рациональное или даже вещественное поле. Вот. Так вот, предположим, у вас задан такой многочлен, который неприводимый. Тогда вы можете образовать новое поле, а именно присоединить корень этого многочлена к вашему полю K. Что это значит? Ну, на самом деле, чуть позже, когда мы будем говорить про алгебры и про основные конструкции в алгебрах, мы дадим более четкое определение вот этого присоединения, этого корня. Ну, давайте, тем не менее, опишем, как устроено вот это поле, в смысле, что есть элементы данного поля. Ну, элементы данного поля будут такие, значит, у нас линейные комбинации такого вида. Значит, у нас будет у0 плюс у1 на альфа плюс у2 на альфа в квадрате плюс и так далее плюс уn-1 на альфа в степени n-1. Почему я здесь остановился? Я здесь остановился, потому что, так как альфа – корень вот такого многочлена, то альфа в степени n уже можно выразить через переписать в виде такой линейной комбинации. Потому что альфа, если корень, значит, мы это приравняли к нулю, альфа в степени n перенесли в другую сторону и получили выражение, что альфа в степени n есть линейная комбинация. Поэтому нам дальше идти не нужно, то есть достаточно остановиться здесь, взять такие линейные комбинации, где уиты – это кто такие? Это элементы, конечно, нашего основного поля К. Так вот, взять такой линейной комбинации – это, конечно, у нас векторное пространство над полем К, нашим, да, какой размерности? Размерности n, то есть вот сколько у нас здесь слагаемых n штук. Так вот, оказывается, что теперь, благодаря тому, что многочлен был неприводимым, это векторное пространство имеет структуру поля. То есть, понятно, эти вещи можно складывать, но это потому, что оно векторное пространство, это очевидно, как делается. Вот, умножать. Оказывается, можно умножать. Ну, конечно, когда вы начнете умножать, у вас эти альфы полезут дальше в их степени. То есть, у вас получится альфа в большей степени. Но, как я сказал, вот благодаря вот этому соотношению, что альфа – корень вот этого многочлена, то есть при подстановке вместо t у нас 0 получается, все следующие члены можно выразить через предыдущие. Таким образом, умножение прекрасно определено. Ну, а дальше некоторые утверждения, состоящие в том, что на самом деле это поле, то есть можно делить, и это благодаря тому, что многочлен неприводимый. Совершенно верно. И таким образом мы можем уже получать большой запас полей, а именно, например, к полю q мы можем присоединять разные корни многочленов, ну, например, взять, присоединить корень из двух, или присоединить мнимую единицу. Это получаются разные поля. Или присоединить корень кубический из пяти. И все это получаются новые поля, над которыми можно находиться, и над которыми можно работать. Кстати, вот я не случайно написал этот многочлен, да, потому что если корень этого многочлена присоединить к вещественным числам, а давайте корень этого многочлена, его обычно так обозначают, обозначим буквочкой i, то если его присоединить к вещественным числам, то что мы получим? Мы получим вот наше комплексное поле c. Собственно говоря, так оно и получается, и вот так оно и определяется. Я имею в виду вот ровно в таком виде. Тут все просто, потому что вот все здесь останавливается, и дальше мы начинаем уже действовать. Какие еще бывают поля? На самом деле в алгебраической геометрии много есть других полей. Но самое простое, которое надо упомянуть, это поле рациональных функций от одной переменной. Что это значит? Ну это значит следующее. Значит, предположим, у нас опять есть какое-то базовое поле k, любое из этих выбирайте и сюда подставляйте. Например, комплексные числа. Тогда можно определить такое поле, что поле рациональных функций от t. Это что такое? Это поле, следующие элементы этого поля, это то, что называется, ну вот рациональные функции, а кто такие рациональные функции? Это отношение двух многочленов. p на t разделить на q на t, где p и q – это многочлены. Ну, умножать, делить, понятно, как складывать, приводить к общему знаменателю надо, как дроби мы складываем. Вот, все здесь прекрасно определено, но только, конечно, нужно понимать, что иногда такие отношения, они одинаковые, а именно, если у вас здесь есть какой-то сомножитель, или здесь, ну их можно сократить, и это будет то же самое. Ну вот, это, значит, поля, над которыми мы, собственно говоря, и будем находиться. Это то, над чем мы нашу алгебру будем определять. Значит, давайте теперь, с полями более-менее мы разобрались, давайте теперь перейдем к определению, собственно говоря, алгебры. Что такое алгебра? Ну вот, как я сказал, значит, определение. Алгебра у нас всегда над полем, и это выделено. То есть алгебра, алгебра А над полем, то есть всегда надо говорить над каким полем, над полем К. Иногда это опускают, потому что иногда ясно, над каким полем она находится, и поэтому по умолчанию очевидно, над каким полем она находится. Но, чтобы быть абсолютно точным, вот это поле надо фиксировать, потому что от поля зависит. То есть алгебра может быть, одна и та же алгебра может быть рассматриваться как алгебра над разными полями, и это дает разные эффекты. Значит, алгебра А над полем К, это, конечно, векторное пространство. А, это векторное пространство над К с дополнительной структурой. С какой дополнительной структурой? С билинейным отображением, билинейным отображением, которое обычно называется умножением, из А креста, из произведения А на А в А, то есть он паре двух элементов А, Х, скажем, и У, сопоставляет то, что называется их произведение, Х умножить на У. Ну и что про это сопоставление мы требуем? Требуем два свойства. Первое свойство — это ассоциативность. Первое — это ассоциативность. Ну, то есть это значит следующее, что если вы Х умножили на У, а потом это умножили на З, то это все равно, что сначала У с З перемножить, а потом вот с этой стороны умножить на Х. Порядок менять нельзя. Порядок определен. А вот скобочки можно переставить. Это называется ассоциативность. Ну и второе, я всегда буду предполагать, уже по умолчанию, чтобы дальше про это не говорить, у нас всегда будет единица. То есть у нас на самом деле это алгебра, если уж правильно писать, алгебра с единицей. Ну вот я всегда буду такие алгебры рассматривать. То есть существует такой единица, такой объект в А, что он как раз при умножении на любой элемент его сохраняет. Вот это вот определение алгебры. И слово билинейное, может быть, не всем понятно, давайте я его поясню, что значит билинейное отображение. Билинейное отображение означает следующее. Обычно это часто называется словом дистрибутивность. То есть если вы взяли, сложили, а потом умножили на z, то есть вот здесь вот у вас по первой переменной, скажем, линейность, то это все равно, что x умножить на z плюс y умножить на z. Это линейность по первому аргументу. Ну, линейность, тут еще, конечно, у нас есть умножение на альфа. То есть, ну сейчас я это скажу. Вот, а по второму аргументу, это у нас x умножить на y плюс z, это тоже x на y плюс x на z. Это билинейность. Ну и выполнено умножение, вот если у нас все над полем ЖК происходит, если у нас есть какой-то элемент альфа, то здесь, конечно, альфа x умножить на y, это то же самое, что x умножить на альфа y, это то же самое, что альфа умножить на x на y. Но это вот все входит в то, что называется билинейность. Вот определение алгебры. Ну вот далее, определение дали. А теперь давайте все-таки интересно, почему такое определение, а главное, что есть примеры этих алгебр. Давайте будем рассматривать примеры. Ну вот, то, что я, в принципе, собираюсь в своем курсе рассказывать, я собираюсь ограничить алгебрами, которые конечномерны. Но, конечно, прежде чем мы чем-то ограничимся, давайте все-таки поговорим просто про любые алгебры, без условий того, что они конечномерны. Я хочу продемонстрировать, что алгебры на самом деле появляются в разных местах, разные алгебры, но более-менее они есть почти везде. Вот. Давайте начнем с каких-то простых примеров. Значит, самый простой пример, который у нас уже появлялся. Пример алгебры. Да, совершенно верно. Ну, понятно, что вот у нас есть поле k, само поле над собой, конечно, это алгебра. Такой совсем простой пример. Но есть чуть-чуть больше. Вот расширение полей. Мы не зря их вводили, что если у нас теперь есть поле l, которое содержит поле k, ну вот, например, q, мы писали там корень кубический из пяти, понятно, что это содержит поле q, есть его расширение. Так вот, любое расширение полей, то есть l является алгеброй над k. Причем, видите, я тут какие-то простые расширения, но даже такие бесконечные расширения, то есть можно брать, ну, например, вещественные числа содержат рациональные числа. Так вот, вещественные числа являются алгеброй над рациональными числами, хотя безумные размерности это пространство, которое даже не просто бесконечно мерно, а более чем бесконечно мерно, так скажем, не вдаваясь в подробности. Так вот, значит, расширение, любое расширение полей, любое расширение полей, есть алгебра над тем полем, которое мы как бы расширяем. Понятно, да? Ну, в общем, совсем простой пример, но базовый, это надо понимать. Кстати, раз уж мы тут сказали, значит, это всегда векторное пространство, поэтому у алгебры определена размерность. Давайте это зафиксируем. Что такое размерность? Ну, размерность векторного пространства. Значит, есть размерность, это векторное пространство, размерность над К, это размерность векторного пространства над К. Ну, и она бывает, вот я, как я говорю, например, конечной, а бывает бесконечной. Бесконечности мы уже не будем там, можно и бесконечности друг с другом мерить, но мы этим заниматься не будем. Значит, она бывает конечной, а бывает бесконечной, тогда мы говорим, что алгебра конечномерна. Если конечная, то тогда это будет, вот это тоже будет определение, тогда А называется конечномерной алгеброй. Просто она конечномерна, как векторное пространство, ничего больше. Конечномерная алгебра. Ну а если она, если это пространство бесконечномерное, ну тогда называется бесконечномерная алгебра. Вот, значит, понятно. Давайте перейдем к следующим примерам. Ну вот, следующий пример, он с одной стороны тоже очень простой, а с другой стороны он базовый для алгебраической геометрии. Какой следующий пример? Ну вот опять у нас есть произвольное поле К. Что мы можем взять? Мы можем рассмотреть алгебру многочленов над К от N, скажем, переменных. Алгебра многочленов. Ну, я думаю, все понимают, значит, что такое многочлены, да. Многочлены, значит, это такие конечные суммы. Чего? Ну, всевозможных мономов, которые, значит, имеют вид X1, E1, X2, E2, Xn, En с какими-то коэффициентами. А, E1, и так далее, и n. Но вот сумма конечна, по конечному множеству. Тогда получается многочлен. Ну, все вы знаете, я надеюсь, что такое многочлен. Просто вот зафиксируйте, если вы не знаете, вот это вот стандартное обозначение для алгебры многочленов. Вот такие вот скобочки прямые. И n переменных. Вот. Какой другой следующий пример? Следующий пример, ну, давайте просто, чтобы вы поняли, что они действительно встречаются в разных местах. Он, конечно, мне никогда не понадобится, но, тем не менее, вы должны это понимать. Что, вот, например, у вас есть какой-нибудь отрезок АБ. Это в анализе часто встречается, и вы рассматриваете какие-то функции на отрезке. Ну, например, вещественно-значные функции, значит, вещественно-значные функции. Или комплексно-значные функции в комплексные числа. Ну, например, с какими-то свойствами. Например, непрерывные функции на отрезке АВ. Или, скажем, это такое обозначение для непрерывных функций. Или, скажем, бесконечно дифференцируемые функции. С иногда так обозначается. Бесконечно дифференцируемые функции на отрезке. Или какие-то другие условия можно накладывать. Вот все такие образования являются алгебрами. Всё это есть алгебры. Но над чем? Над каким полем? Над тем полем, какие значные функции вы берёте. Обычно либо вещественные, либо комплексные числа. Алгебры над либо вещественными числами, либо комплексными, если вы рассматриваете комплексно-значные функции. Это существенные примеры в теории функций. Там, конечно, и другие алгебры появляются, другие типы функций. Но, тем не менее, все это есть алгебры. Это существенный момент. Ну, это вроде бы те примеры, которые вы заведомо знаете, я думаю. Потому что, так или иначе, про функции, про многочлены вы, конечно, знаете. Ну, вот давайте приведу какой-нибудь пример, может быть, который вы еще не знаете. Хотя, может быть, и знаете. Вот пример следующий. Важный пример в теории алгебр. Сейчас объясню, почему он важный. Значит, пример называется свободная тензорная алгебра. Свободная тензорная алгебра. Так, 4, это будет пример 4. Значит, кто такая свободная тензорная алгебра? Ну, сначала обозначение. Над полем, опять же, алгебра всегда над полем, поэтому я уже по умолчанию, это у меня будет k, я уж это буду опускать, ладно? Значит, угловые скобочки напишу. Не у как многочленов прямые, а здесь вот напишу угловые. Я объясню, почему. Значит, что это за алгебра? Это алгебра, на самом деле, следующее. Что является, это векторное пространство над полем. Значит, что есть базис? Базис, это есть всевозможные, всевозможные произведения x, ну, как правильно писать, x и 1 в степени а1, x и 2 в степени а2, x и n в степени а n. Да, вы смотрите и думаете, ну, то же самое, что многочлены пишу, да, вроде бы. Но здесь я хочу сказать, что у меня эти и 1, и 2, они могут меняться и возвращаться назад. То есть и 1 может быть единица, и 2 двойка, и 3 снова единица, например. То есть многочлены, мы обычно здесь, когда писали, вот я стер зря, значит, у нас они упорядочены. У нас сначала идет единица, двойка, тройка, в смысле, по номерам. А здесь у нас номера могут, во-первых, повторяться и меняться, значит, и вот получается такая свободная, как бы в такое пространство, натянутые на такие свободные маномы, умножаются, они складываются понятно как, потому что мы берем просто формальные линейные комбинации здесь. У, тут даже еще правильно надо написать, а1 и так далее, аn номера. Значит, складываем мы, понятно, их формально, вот, а умножаем, приписываем, если с этой стороны, то мы берем х, и 1, а1, и так далее, и, 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 n, а, n, и приписываем с этой стороны y, или, скажем, х, и 1, штрих, нет, сейчас, х, g1, b1 и так далее, х, g, k, b, k, вот. Ну, если эти два и n не равен g1, то вот просто приписали формально, а если равен, то должны вместе его снести и эти вот соединить друг с другом. Давайте покажу. А? Показатели натуральные? Да, показатели натуральные. Давайте просто объясню на самом простом, но нетривиальном примере. Значит, если от одной переменной, то все банально, конечно, алгебра от одной переменной такой свободной, это все равно, что алгебра многочленов от одной переменной, тут разницы никакой нет. А вот если от двух переменных, давайте я их напишу тогда уже x, y, вот, то давайте посмотрим, например, какие у нас есть маномы, в какой степени. Ну, например, понятно, маномы, у нас есть единица, маномы первой степени те же самые x и y, а вот во второй степени у нас уже есть больше маномов. У нас есть, конечно, x квадрат, у нас есть x, y, но у нас также есть y, x, и это не одно и то же дело. Потому что в многочленах там есть свойство, которое называется коммутативность, мы можем переставить. А здесь этого свойства нету, значит, на самом деле коммутативность это вообще-то дополнительное свойство, которое мы там требуем. Значит, здесь уже у нас маномов 4, степени 2. А если мы напишем маномы степени 3, то у нас их получится, ну, давайте напишу x в кубе, значит, x в квадрате y, x, y, x, y, x квадрат, ну и дальше еще поменяя x и y местами, вы получите еще 4 маномы, то есть в сумме у вас получится 8 штук. Ну и далее, понятно, да, то есть вот это вот разные вещи, потому что, еще раз говорю, мы совершенно не обязаны иметь свойства, что у нас что-то можно переставить x, y и y, x. Значит, это называется некоммутативность в данном случае. Вот, значит, у нас, и дальше как у нас маномы растут? Ну, очень просто, маномов степени n, значит, маномов, маномов степени n, сколько у нас? Ну, вы уже должны, наверное, увидеть. Здесь 2, здесь 4, здесь 8, да, ну, будет 2 в степени n, маномов степени n. В то время как в полиномах, в многочленах, сколько у нас маномов степени n в многочленах о двух переменных? Сколько маномов степени n? Кто может сказать? n плюс 1, да. То есть здесь это растет полиномиально, а здесь это растет экспоненциально. Это вот называется свободная тензорная алгебра. И она, на самом деле, в теории некоммутативных алгебр очень важна. Ну, вот потому что она является свободной. И это, я думаю, сегодня еще поясню, что это значит. Не буду забегать вперед. Это просто, значит, пока пример. Ну, давайте, тем не менее, еще одно определение зафиксируем. Я его уже много раз говорил. Значит, определение а называется коммутативной. Алгебра а называется коммутативной. Если для любых двух элементов, x и y, верно, что x умножить на y равно y умножить на x. Для любых x и y. Значит, называется коммутативной. Но если она не такова, то обычно называется, ну, вот, не коммутативной. Значит, пойдем дальше. Какие у нас еще бывают примеры? Вот еще одна важная алгебра, которая по-разному называется. Иногда называется внешней алгеброй, пространствовая. Иногда называется грасмановой алгеброй. Она важна, потому что встречается, на самом деле, в физике. То есть, мы, конечно, можем разные алгебры определять. Я потом объясню, как это можно делать. Но далеко не все алгебры нас интересуют. Просто у нас есть некая жизнь, то есть, некоторая математика или физика, которой мы занимаемся. И все, на самом деле, алгебры интересные, они откуда-то приходят. То есть, они что-то, как бы, появляются не просто так у нас. Значит, алгебра антикоммутирующих переменных. Алгебра антикоммутирующих переменных. Ну, честно говоря, по-моему, нет устоявшегося определения, какие вот здесь ставить скобочки. Вот давайте я, чтобы отделить, поставлю такие фигурные скобочки. Но не уверен, что это совсем стандартное обозначение, потому что, по-моему, стандартного все-таки так и не завели. Значит, что это такое? Это следующее. Это алгебра опять от мономов x, от мономов от n переменных. Но какие условия? Вот, скажем, там у нас никаких условий не было. То есть, мы просто берем всевозможные мономы, вот сколько у нас их есть. В многочленах у нас есть условия. У нас условие какое было в многочленах? Что xe умножить на xg равно xg умножить на xe. То есть, у нас было вот условие коммутативности, да? А здесь у нас другое условие антикоммутативности. xe на xg равно минус xg на xe. Давайте я здесь еще предположу одну вещь, что характеристика поля не равна двум. Сейчас это кто знает, тот поймет, кто не знает, это сейчас не так важно. Значит, на самом деле, здесь можно дополнительно написать, но это, в принципе, отсюда следует, что если вы возьмете квадрат любого элемента, то он будет равен нулю. Вот. Значит, получается вот такая алгебра. Вот. Эта алгебра уже на самом деле, как вы думаете, конечномерна она или бесконечномерна? Она конечномерна, да. В отличие от многочленов, она конечномерна. А как вы думаете, какая ее размерность? Ну, на самом деле, несложно. Ее размерность равна 2 в степени n. Размерность этой алгебры равна 2 в степени n. Так вот, на самом деле, эта алгебра важна, потому что в физике действительно часто появляются алгебры, которые такие смешанного типа, когда одни переменные коммутируют, а другие переменные антикоммутируют. Между собой эти переменные тоже все, конечно, коммутируют. Это обычно называется, соответствует бозонам и фермионам в физике. То есть фермионные переменные антикоммутируют, а бозонные переменные коммутируют. Я просто хочу сказать, что эта алгебра, реально, это был пример, на самом деле, пятый уже. Значит, эта алгебра реально появляется в жизни, в физике. Вот. Шестая, пример, который, на самом деле, можно было бы дать раньше, но вот, тем не менее, пока он здесь. Значит, это еще такая важная алгебра в алгебрической геометрии, конечно, но и в других вопросах. Значит, алгебра рядов. В этом случае пишут две скобочки, вот так, x1 и так далее, xn. Это коммутативная алгебра, то есть совершенно обычная с точки зрения человека, который примык, конечно, к коммутативному миру. Вот. Но в отличие от алгебры полиномов, здесь у нас берутся бесконечные суммы. Значит, бесконечные суммы x1 в степени e1, x2 в степени e2, xn в степени en. Вот. Тут стоят какие-то коэффициенты e1 и так далее, en. И вот эта сумма, значит, все ежиты, они больше равны нуля. Больше равны нуля. Вот. Но эта сумма такая, бесконечная формальная сумма, такие бесконечные формальные ряды, которые можно перемножать почленно. Несмотря на то, что у вас суммы бесконечные, когда вы начнете умножать и приводить подобные члены, у вас всякий раз будут возникать только конечные суммы, и это вам позволяет их между собой перемножать. Шестой был пример. Еще один пример, очень важный. То, что называется групповая алгебра. групповая алгебра. Ну, групповая алгебра, на самом деле, определена обычно для группы G, G-группа. Но на самом деле, не обязательно группа. Можно брать то, что называется полугруппа с единицей. У нас все-таки мы к алгебрам с единицей, который называется либо полугруппа с единицей, либо маноид. Полугруппа с единицей, он же иногда называется маноид. Значит, ну, я не знаю, знаете ли вы определение группы. Это очень просто. Значит, группа – это множество, на котором задана одна операция, которая ассоциативна. И, значит, у нас имеется единица, а также имеется обратный элемент относительно этой операции. Это называется группа. А полугруппа – это когда у нас такая операция тоже задана с единицей, но обратного элемента мы не требуем. Ну, например, целые числа образуют группу по сложению. Группа по сложению. А натуральные числа с нулем, не знаю, как у вас теперь определяется, натуральные числа с нулем образуют полугруппу маноид. Это маноид. Ну, и вот, предположим, у нас задана группа или полугруппа с единицей. Тогда мы можем определить алгебру групповую следующим образом. Значит, ну, обозначается тоже по-разному. Иногда просто пишут КЖ. Вот я так буду писать. Здесь иногда ставят такие скобочки, но я их ставить не буду, как раз чтобы там не путать с другими вещами. Вот, значит, КЖ, ну, это как векторное пространство, это просто пространство, у которого базис, это элементы нашей группы или полугруппы. Значит, К это наше поле, а сигма пробегает нашу полугруппу или группу. Ну, просто векторное пространство с таким базисом. Понятно, как его складывать, это векторное пространство. Вопрос, как умножать. На самом деле, очевидным образом умножать. Если у вас есть два элемента сигма и тау, то если вы их рассматриваете здесь, как два базисных вектора, то при умножении вы получаете, в этой алгебре вы получаете, на самом деле, просто базисный вектор, соответствующий их умножению в группе. Ну, а дальше все это по линейности распространяется на любую такую линейную комбинацию. Здесь, обратите внимание, линейной комбинации, как у любого векторного пространства. Они конечны, конечно. Хотя сама группа может оказаться и бесконечной. Значит, получается групповая алгебра. Очень важный пример в теории групп. То есть, очень важная алгебра в теории групп. Ну, и вот давайте, может быть, я задам такие задачи на дом. Задачи. Описать групповые алгебры следующих групп. К группа из двух элементов Z по 2Z. Значит, ну, понятно, что кто знает, что это такое. Я надеюсь, что все уже знают. К от Z. К от N. Ну, просто понять для себя, что это за алгебры такие. Ну, и К, скажем, от какой-нибудь симметрической группы, от трех элементов. Вот. Вот такие задачи. Дома попытайтесь для себя понять, просто как эти алгебры устроены. Ну, то есть, дать их описание в каких-то других терминах, более, может быть, привычных как раз для всех. Для вас и для всех других тоже. Вот. Значит, вот были примеры алгебр. Чтобы идти дальше, нужно опять немножечко теории. Давайте теперь продвинемся в теории чуть-чуть дальше. Чтобы строить новые примеры, новых алгебр. Вот. Значит, для этого нам нужно два определения, которые друг с другом, кстати, достаточно тесно связаны. Первое определение – это определение идеала. Что такое идеал и идеал алгебры? Идеал в алгебре, в алгебре А. Ну, значит, идеалы бывают правые, левые и двусторонние. Давайте мы будем говорить, что И является, скажем, правым идеалом. Потом напишем, что будет очевидно, что такое левый, а дальше будет очевидно, что такое двусторонний. Значит, правый идеал в алгебре А – это подпространство. Это подпространство в А, которое, так по-простому говоря, выдерживает умножение на любой элемент А, соответственно, в данном случае справа. А выдерживает, вот пишу, выдерживает умножение на любой элемент алгебры А справа. То есть, если вы И умножите на А, то это будет содержаться в И. Очевидно, такое же есть определение левого идеала. Тогда нужно слева умножать, да? Важно, что на любой элемент. На любой элемент. Да. Нет, подпространство. Ну, окей, значит, Дело в том, что у вас могут быть идеалы, которые являются идеалами как кольца, но при этом не являются идеалами как алгебры. Нет, нет, не излишне. Давайте сейчас не будем останавливаться, а потом поговорим, хорошо? Просто, чтобы здесь не тормозить. Значит, это правый идеал, это левый, а двусторонний идеал, когда он одновременно и правый, и левый. Двусторонний. Это и правый, и левый. Равно и правый, и левый. И левый. Ну, и тогда обычно слово двусторонний убирают и просто говорят идеал. Просто идеал. Чтобы лишних слов не говорить. Это двусторонний идеал. Вот. Значит, это первое определение, которое нам нужно. А другое определение, не менее важное, в каком-то смысле, может быть, более важное, это определение гоморфизма алгебры. Ну, когда у нас есть какая-либо структура, мы всегда, кроме того, что у нас есть там определение этой структуры и, соответственно, какие-то внутренние свойства, нам, конечно, важно понимать, когда у нас две такие структуры имеются, как они между собой связаны, что такое отображение между ними. То есть, есть такое общее понятие гоморфизма, значит, тоже определение. Значит, гомоморфизм алгебр это такое отображение из А в В, которое, конечно, так как у нас гоморфизм алгебр, то есть у нас все над полем К, то это, конечно, линейный оператор между векторными пространствами, то есть гоморфизм алгебр это, как это называется, линейное отображение между векторными пространствами, здесь уже много скрыто, да, пространствами, которая еще уважает, собственно, вот эту дополнительную структуру, которая называется умножением. Что значит, что он ее уважает? Значит, что если вы два элемента здесь перемножили, а потом к ним применили отображение, то это все равно, что взять эти два, применить каждому из них, а потом уже перемножить. Это умножение в А, давайте вот так специально здесь напишу, это, конечно, обычно никто уже никогда не пишет, но вот первый, последний раз это напишу. Значит, это общая вещь, конечно, что такое гоморфизм вообще какой-либо структуры. Это такое отображение, которое, собственно говоря, все ваши данные, которые вот вы заложили в вашу структуру, оно как бы и должно уважать. Иначе неинтересно такие отображения между собой рассматривать. Ну вот это, значит, а то, что это отображение между векторными пространствами, это тоже, конечно, много чего значит. Кстати, я забыл, да, одну вещь сказать. У меня же еще есть единица. Вот, и вот, конечно, важная тоже вещь, которая, в принципе, могла бы и не произойти. Вот, но мы ее обязательно требуем, что единица переходит в единицу. Вот, это тоже обязательно. В данном случае, раз уж я ее завел, эту единицу, я ее должен сохранять. Вот, ну а то, что оно, значит, у нас линейное, это, конечно, означает, что f, вот, давайте в таком общем виде напишем, альфа x плюс бета y равно альфа f от x плюс бета f от y. Это я расписал вот это слово, что это линейное отображение между векторными пространствами. Это мы, конечно, должны тоже понимать, и это, конечно, тоже имеется. Значит, вот важное определение гоморфизма алгебр. Только такие отображения между алгебрами мы и рассматриваем, и дальше, в общем, это всегда очевидно, подразумевается. Вот, другие отображения рассматривать нет смысла и не нужно. Вот, так вот, какой у нас есть факт важный. Важный факт состоит в следующем факте. Вот, давайте возьмем гоморфизм какой-то из одной алгебры в другую. Тогда любому такому гоморфизму можно сопоставить некоторое подпространство ва, которое называется ядром этого гоморфизма. Ядро. Что такое ядро? Ядро f, оно обозначает ker f от слова kernel, ядро по-английски. Это подпространство ва, состоящее из таких объектов, из таких элементов, что f от x равно нулю. Ну, просто на уровне векторных пространств, отображение векторных пространств, у вас есть тоже понятие ядра, значит, соответственно, подпространство ва. Но у нас был гоморфизм алгебр, и это существенно. Отсюда следует, что вот это ядро, что это такое, на самом деле? Оно имеет дополнительную структуру. Это ядро является идеалом. Легко проверяется. Ну, если вы это сейчас прямо не видите, то просто дома выпишите это. Является идеалом. То есть двусторонним идеалом. Я это слово двусторонний пару раз еще произнесу, а больше уже произносить не буду. Значит, является идеалом. Таким образом, с каждым гоморфизмом из А в Б у нас связан идеал, ядро этого гоморфизма. Но оказывается, что очень важная вот эта следующая конструкция, важная, что в каком-то смысле это можно обратить. Эту связь можно обратить. В каком смысле ее можно обратить? А вот в следующем смысле. Давайте наоборот. Тортуем с алгебры А и двустороннего идеала. Пусть у нас теперь наоборот. Пусть и двусторонний идеал в А. Идеал. Тогда можно определить, что называется фактор кольцо. Фактор кольцо. Вот это очень... Фактор алгебры. Извините, я иногда буду оговариваться. Вот если я говорю слово кольцо, это значит, я на самом деле говорю про алгебры. Фактор алгебры. Алгебра обозначается А по имени. Это следующая вещь. Ну, на самом деле, значит, опять же, я могу принципиировать к этому знанию линейной алгебры. То есть можно взять фактор пространства. Ну, давайте я этого уж прямо так делать не буду, а все-таки напишу, так сказать, более подробно. Значит, кто такая... Ой. Кто такая фактор алгебра? Алгебра. А, вот так. А, вот так. Вот так. Так, это я вроде научился. Значит, кто такая фактор алгебра? Значит, давайте сделаем следующее. Вот у нас есть А как множество. У нас есть там идеал в А находящийся. Давайте А разобьем на такие непересекающиеся множества такого вида. Мы возьмем множество вида А плюс И. То есть для любого элемента А мы к нему прибавим всевозможные элементы из идеала, получим некоторое подмножество в А. На самом деле это, конечно, подпространство. Вот, то есть, ну, на самом деле неправильно я говорю, не подпространство. В общем, неважно. Давайте, значит, вот такие подмножества мы рассмотрим. Теперь я хочу сказать, что эти подмножества не пересекаются. Такое все А разбивается на такие подмножества. И мы фактически эти подмножества теперь будем рассматривать как элементы. То есть мы введем соотношение эквивалентности. Мы скажем, что А эквивалентно А штрих. Если разница А минус А штрих принадлежит И. То есть, на самом деле, если вот этот А штрих принадлежит вот этому подмножеству, что наоборот, что эквивалентно, что А принадлежит подмножеству А штрих плюс И. У нас получается такое отношение эквивалентности. Так вот, теперь мы рассмотрим объекты, новые рассмотрим, назовем их А с чертой. Это в точности наши вот эти подмножества А плюс И. И теперь мы научимся на этом множестве вот этих вот подмножеств, мы наведем структуру алгебры. Ну, каким образом? Мы их можем складывать. А с чертой плюс, скажем, Б с чертой. Это есть А плюс И плюс Б плюс И. Это есть А плюс Б плюс И. Просто вы легко увидите, что если вы сложите элемент отсюда, элемент отсюда, вы всегда окажетесь в этом подмножестве. То же самое оказывается с умножением из-за того, что это двусторонний идеал. Что если А с чертой умножить на Б с чертой, то есть А плюс И умножить на Б плюс И, то у нас получится А умножить на Б плюс И. То есть это всегда находится здесь. Вот. Таким образом у нас получается новая алгебра. Ну, все можно еще на К умножать, на элемент поля, понятно, что все это здесь. Значит, у нас получается новая алгебра, которая называется А по И. И более того, у нас есть гоморфизм из А в А по И, который просто элемент А переводит вот в это А с чертой, которая есть А плюс И. И нетрудно увидеть, вот ровно из того, что здесь написано, что это есть гоморфизм. Давайте его через К обозначу. Что К есть гоморфизм. Более того, этот гоморфизм, то, что называется сюръективен. У сюръективен. Что это значит? Ну, это значит, что на самом деле любой элемент здесь получается как образ отсюда. Просто по построению. Потому что любой элемент, он получается, приходит из какого-то элемента. Любой элемент А с чертой приходит, соответственно, элемента А. Значит, он сюръективен. Ну, и что есть ядро вот этого гоморфизма? Ну, а легко видеть, что ядро этого гоморфизма, это то, когда вот здесь стоит А равен нулю, это на самом деле все элементы из И. Ядро Ку это в точности И. Таким образом, по любому двустороннему идеалу мы строим некоторую фактор-алгебру, и гоморфизм из нашей алгебры А в эту фактор-алгебру, который является сюръективен. То есть в каком-то смысле мы вот обращаем то утверждение про гоморфизм, что здесь есть, что ядро является идеалом. И вот это вот очень важная конструкция, потому что, собственно говоря, используя эту конструкцию, можно получить любую фактически алгебру, стартуя с чего-то очень, ну, не то что простого, но очень ограниченного. То есть многообразный мир алгебр можно получать, это не всегда может быть удобно, но тем не менее это факт, что любые, значит, соответственно, алгебры можно получать из чего-то простого, вот такой конструкции взятия фактор-алгебры. Вот давайте я сейчас это и продемонстрирую, то есть перейду к следующим примерам. Примеры фактор-алгебр, которые дают нам новые алгебры, фактически. Значит, да. Да. А, это вот здесь у нас. Ага. Значит, ну, как всегда, нужно начинать с чего-то совсем простого. Ну, значит, ну, давайте начнем даже сначала с каких-то, с описания идеалов. Идеалы. Ну, вот просто, чтобы вы понимали, например, кто такие идеалы, где они и что из них получается. Вот давайте первый пример, надо это зафиксировать для себя, что если вы взяли поле L, которое есть расширение поля K, это алгебра над K, то можно спросить, какие идеалы, какие идеалы в L. Ну, вот ответ, что никаких, кроме, всегда есть два идеала, такие, которые есть 0 просто, и само L. 0 и L, это есть идеалы. А вот других никаких идеалов нету. Кстати, ни правых, ни левых. Но здесь все коммутативно, поэтому здесь в этом смысле это не очень различается. Значит, это надо зафиксировать для себя. Но если, это очень легко, конечно, понять. Но если вы это сейчас не видите, то дома подумайте над этим. И я уверен, что вы через минуту сразу это поймете. Вот. А теперь рассмотрим алгебру многочленов, например, от одного переменного. Как вот здесь описать идеалы? А здесь можно взять любой многочлен P от X и то, что называется, натянуть на него идеал. Что значит натянуть на него идеал? А значит следующее. Рассмотреть все многочлены, которые на этот PX делятся. То есть рассмотреть все многочлены вида Q от X умножить на P от X. Где Q от X у нас пробегает все, что угодно. Любой. Ну, понятно, их можно складывать. И они выдерживают умножение на любое, но ровно вот по тому определению, как я тут и ввел. Собственно, я просто взял и фактически завел идеал, который натянут вот на этот объект. Прекрасно. Так что получается, если мы рассмотрим фактор K от X по P от X? По идеалу вот этому натянутому на P от X. Это будет некоторая алгебра. Иногда новая, иногда может быть старая. Спасибо. Значит, это будет некоторая алгебра, иногда новая, иногда старая. Но давайте для себя запиксируем как раз вот то, что я, по-моему, обещал. Что предположим, что P от X не приводим. P от X не приводим. Что мы тогда получим? Что за алгебру вот здесь мы получим? Вот что это будет за алгебра? Оказывается, это будет та алгебра, которую я руками пытался описать. Это будет алгебра, когда мы присоединяем корень многочлена к нашему полю K, который на самом деле есть тоже поле. Поле. И опять же я говорил, что это есть поле только тогда, когда P от X не приводим. Ну а если P от X приводим, то это не будет поле, но будет какая-то другая алгебра. Вот давайте даже пример какой-нибудь рассмотрим. Возьмем K, равный вещественным числам R. Если у нас многочлен P, это X квадрат плюс 1, мы это уже обсуждали, то как раз будет, что мы получим? Что R от X фактор по X плюс 1, это будут комплексные числа. Замечательная алгебра над R, которая является полем. Но мы можем взять многочлен второй степени, но который приводим. Например, что будет, если мы возьмем X квадрат минус 1? Рассмотрим R от X фактор по X квадрат минус 1. Что же это будет за алгебра? Ну, это будет алгебра, которая люди обозначают, как это будет произведение R на себя. Так что называется Декартово произведение. Давайте это тоже для себя зафиксируем, что это общая вещь, а именно Декартово произведение двух алгебр. Значит, оно у нас совершенно общее, поэтому его лучше один раз зафиксировать, эту конструкцию. Она, конечно... Значит, иногда люди пишут, что это R плюс R. Это, конечно, R плюс R, как векторное пространство, но это обозначение не совсем хорошее с точки зрения алгебры. Лучше писать R крест R, Декартово произведение. Ну, давайте я скажу. Значит, простая вещь. Если у вас есть две алгебры А и Б, то есть такое Декартово произведение, которое вот так обозначается А крест Б. Это алгебра, которая состоит просто как Декартово произведение векторных пространств. И на нем есть структура, значит, состоит из пар А-Б. Вот. Но эти пары можно складывать, ну вот я говорю, как в Декартово произведении векторных пространств. Но можно также умножать покомпонентно. Умножение покомпонентно. Умножение покомпонентно. Не путайте, пожалуйста, с тензорным произведением. Оно тоже будет. Это не тензорное произведение, это Декартово произведение. Или просто иногда говорят произведение. Декартово произведение. Как и в векторных пространствах, это тоже не соответствует векторному произведению. Но у этого вещи есть, конечно, два канонических отображения в А и в Б. И это гоморфизмы алгебр. Проекции такие. П1, П2. Значит, это гоморфизмы алгебр. И это универсальная вещь с точки зрения как раз того, что существуют такие гоморфизмы. Значит, так вот, это будет вот такая алгебра. Р на Р Декартово произведение. Конечно, когда мы пишем Декартово произведение, у нас все это над нашим полем К. Это важно. Но так как мы считаем, что поле К вот где-то здесь зафиксировано, то дальше здесь можно его уже и не писать. Вот. Значит, а что еще бывает? А можем взять еще другой многочлен, правда ведь? Можем взять многочлен, который будет... Ну, конечно, многочленов фунт нас много, но фишка стоит в том, что все остальное будет давать те же самые ответы. Вот. Значит, можем взять такой многочлен Х квадрат. И вот можем рассмотреть фактор Р от Х по уже Х квадрат. Это тоже алгебра, которую, кстати, я уже сегодня вводил. Кто вспомнит, где и когда она появлялась? И как она у меня обозначалась? Да, совершенно верно. Это алгебра антикоммутирующих переменных внешней или Грассманного алгебры от одного переменного. Я ее вводил. Вот. Значит, это тоже важная алгебра, но она важна в разных местах. Например, в теории деформации она важна. Вот. Значит, так вот, дальше я должен сделать следующее. Теперь давайте возьмем алгебру многочленов и возьмем какой-то идеал. Вот это, собственно говоря, основной пример, основной пример из алгебраической геометрии. Пример из алгебраической геометрии. Я имею в виду следующее. Что если алгебра А у нас просто алгебра многочленов обычных, многочленов коммутирующих от n переменных, и мы берем какой-то идеал i здесь и рассматриваем фактор a по i, а на самом деле любой идеал, это некоторая теорема, которая называется теоремой Гильберта о базисе, он вообще-то получается порожден конечным числом многочленов. То есть, что значит порожден? То есть, любой элемент имеет вид сумма f и ты, g и ты по i от единицы до k, где g и ты произвольны. Вот. Так вот, если мы рассмотрим такую алгебру, k от x1 и так далее, xn, по вот этому идеалу, порожденному многочленами fk, мы получим новую алгебру, и, собственно говоря, все алгебры в алгебраической геометрии, ну, в нормальной алгебраической геометрии, когда все, конечно, порождено, они все являются вот такими. То есть, на самом деле, по такой алгебре, дальше, собственно говоря, и от этого стартует вся алгебраическая геометрия, по такой алгебре строятся афинные многообразия, там берется некоторая операция спектра, то есть строится некое топологическое пространство, на котором и заводятся функции на нем, как раз которые и являются вот этой алгеброй. А дальше эти вещи начинаются склеиваться между собой, и получаются все такие алгебраические многообразия. Это основная алгебра, собственно говоря, из алгебраической геометрии. Вот. Но мы здесь останавливаться не будем, потому что это как раз не тема, значит, моего курса. Это я просто говорю, что вся алгебраическая геометрия вот отсюда стартует фактически, и дальше получается некоторыми конструкциями. Вот. А дальше я хочу дать еще несколько, чуть-чуть теории, чтобы сказать некоторые слова, а именно, значит, давайте мы еще определим под алгебру определение. Ну вот подпространство B в A называется под алгеброй. Ну, если это подпространство, если это подпространство, само, само есть алгебра, алгебра над K относительно того же самого умножения. Само есть алгебра над K относительно того же самого умножения. Ну и содержит единицу, конечно. Единица также здесь принадлежит. Значит, естественная вещь, и понятно, что вот это вложение является гоморфизмом алгебр. Вот. Ну, например, если вы возьмете многочлены от х квадрат, то это будет под алгебра во всех многочленах от х. Понятно, такой, например, пример. Вот. И такое важное определение образующее, значит, множество S из А элементов, множество элементов S из А называется множеством образующих или генераторов. Я специально пишу, потому что сам путаюсь. То так говорю, то так. Чтобы вы понимали, что это одно и то же, это просто. Значит, если минимальная под алгебра, если минимальная под алгебра B в A, содержащая S, совпадает с самой A. Ну, проще примеры, значит, проще примеры привести. Ну, например, х это образующее для k от х, для многочленов k от х. Так же, как и x, так же, как x1 и так далее, xn, это образующие, множество образующих для многочленов k от x1 и так далее, xn. А вот, например, x2 не является образующим для k от x, потому что под алгебра, которая порождена x2, это собственная под алгебра, это не вся алгебра k от x. Вот. Ну, например, если мы возьмем x2 плюс x плюс 1 и скажем x2, вот такое множество. Вопрос, будет ли это множество образующим для k от x? А? Будет? Да, совершенно верно. То есть будет, да? Возьмем их разность, получим x плюс 1, единицу вычтем, потому что она у нас всегда есть в B, получим x, а x является образующим. Ну, вот, значит, мы все получили образующие. А вот теперь другой пример. Например, возьмем тоже k от x, а возьмем 2, x2 и x3. Вопрос, будет образующими? Значит, беру x2 и x3 и спрашиваю, являются образующими для... Совершенно верно, нет, не являются, да. Но что-то они порождают ведь, правильно? Значит, давайте рассмотрим, вот так я обозначу, x2, x3, что-то под алгебру, которая порождена в k от x. Что это за под алгебра, это что за многочлены? А? Какие многочлены? Степени? i1 у нас есть. Правильно, у которых коэффициент при первой степени нулевой. Значит, коэффициент при x равен нулю. Вот такая вот под алгебра. Кстати, те, кто что-то изучает про алгебраическую геометрию, могут подумать, например, какому алгебраическому многообразию соответствует эта алгебра, если вы понимаете, про что я спрашиваю. Но это в качестве, так сказать, бонус. Что за многообразие отвечает? Я ничего про это не говорил, поэтому это вопрос для тех, кто понимает, что я спросил. Что за многообразие отвечает этой алгебре? Ну, я ее знаю по другим названиям, но это не так важно, как называется. Главное, что это есть. Но давайте это там отдельно. Ну, вот я думаю, что, наверное, к сожалению, потому что я далеко не успел то, что планировал, но вот я, наверное, сегодня остановлюсь. Спасибо большое.